Микс Ньюс Здоровья вечера, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Нужно сказать, что один из заявленных гостей у нас приболел, даже оказался в больнице. Это всем нам известный депутат Сима Янис Адамсон. Пожелаем ему выздоровления. Второй гость у нас в студии. Это флитолог, эксперт по вопросам безопасности Раймонд Рубловский. Добрый день. Добрый вечер. Очень много событий произошло на этой неделе, таких горячих, ну, может быть, даже еще с прошлой недели. Будем по порядку их обсуждать. Начнем, может быть, от внутренних вопросов, перейдем даже к международной политике. Ну, вот, наверное, первый вопрос, который я хотел задать, ситуация в Рижской Думе. Вы за ней тоже имеете возможность со стороны, как и мы все, наблюдать. Как бы вы охарактеризовали ту ситуацию, которая вообще сложилась? Ну, ситуация очень крайне сложная, я думаю, для всех, и для жителей Риги, и для депутатов, те, которые сейчас находятся в Рижской Думе, мы практически видим, что каждый день ситуация меняется даже не по дням, а по часам, иногда по минутам. Поэтому, конечно, то, что случилось вчера, сегодня, это, наверное, приводит уже к ситуации, что выборы неизбежны, скорее всего. Конечно, еще вопрос стоит, как будет реагировать СЕЙМ, то есть, будут ли депутаты запрашивать, скажем, президента, значит, этот закон. Не провозглашать? Да, не провозглашать, то есть, это, скорее всего, тогда будет еще плюс два месяца. Если же нет, ну, то тут определенные люди уже высказали, и Буров, и Пуца, что, скорее всего, в этом случае выборы состоятся в конце апреля. То есть... В принципе, парижан по-любому ждут выборы. Ну, скорее всего, после этого факта, то, что случилось в Рижской Думе, то есть, если мы понимали все, что вопрос о кризисе вывоза мусора, который никто не наблюдал, то есть, было понятно... Мусор-то вывозится, интересный кризис, да? Да, ну, те люди, которые как бы за границей ездят, но не знают, что это кризис мусора, да, то есть, в Неаполе или в Риме или еще где-то, да. Где-то вообще просто ужас. Да, да, где там куча мусора, там, многометровая, да. То есть, в Риге понятно, что всего этого не было, и как бы все со своими обязанностями справлялись. Я думаю, это понимал и Пуца, и все те люди, которые готовили все это, что практически, ну, законным путем все это сделать нельзя. То есть, там, скорее всего, было бы целая череда разных юридических ситуаций, которая, в конечном итоге, наверное, сказала бы, что такое решение незаконно. То есть, еще вчера, по-моему, представитель юридического берез Сейма, скажем так, заявил, что это практически будет незаконное решение. Ну, здесь Рижская дума пошла, как бы, навстречу Пуца, определенная часть Рижской думы, и, как мы все знаем, состоялись три собрания без кворума, и это дает абсолютно законную, как бы, базу для вот этой процедуры уже, скажем, распуска Рижской думы. То есть, через кабинет министров... Фактически, сами депутаты захотели доказать, что работа не собирается, да, что они не способны, да? Там, если мы знаем, то там была часть депутатов, от которых практически это зависело. То есть, оппозиция сама не смогла бы ничего там собрать. Я думаю, Абик всем все понятно, кто это и как сделал. А у оппозиции было много возможностей взять в власть? Ну, они, в принципе, в прошлом году у них была отличная возможность летом прошлого года это все сделать. И показать, как нужно управлять по-другому. И показать, как нужно управлять по-другому, но я думаю, что там никто ничего не показал бы, было бы только хуже. Вопрос сейчас состоит в том, что, конечно, два месяца, если выборы будут в конце апреля, это крайне небольшой срок, чтобы вообще подготовиться. То есть, это и сложно административно, это надо и списки подготовить, и как бы целая череда вопросов, которые должны быть решены. Поэтому, я смотрю, тут наблюдаю, что уже одна партия начала уже предвыборную кампанию. Активно. Активно, да. Так что, я думаю, нас всех ждет очень такой серьезный политический момент в городе. Но я думаю, что оппозиции еще очень рано радоваться, потому что, я думаю, согласие может показать очень хороший результат, вопереки, скажем, всему тому прессингу, который был против партии в прошлом году и в начале этого года. И, конечно, мы еще неизвестно, каких лидеров будут вставлять другие партии. Потому что, будем откровенны, оппозиции Рижской думы, у них очень слабенькие лидеры, которые, скорее всего, никаких голосов не принесут. Тем более, что второй большой момент, все эти партии, оппозиции Рижской думы, они как бы дочерние предприятия тех партий, которые все ими. А все ими наблюдаем полный бардак, то есть и по врачам, и по железной дороге, и по спорту, и по образованию. То есть, практически, ну, в любой отрасли кризис. И, конечно, спросят с этих ребят, когда они пойдут на выбор Рижскую думу, как они собираются управлять городом, если они не могут управлять, скажем, страной нормально. Вы, конечно, правы, но, видимо, не совсем. Вы не слышали победное выступление президента Латвии, господина Левица, который, видимо, периодически выступает как ньюсмекер правительства, почти как пресс-секретарь, господин Каинча. Он сказал, что, наоборот, правительство Каинча вытащило Латвию из болота. Ну, вы же понимаете, что два эмигранта, они, конечно, будут хвалить друг друга, по-другому даже быть не может. Мы же в курсе, что, как бы, они оба имеют, практически, очень мало жили в Латвии. Во-вторых, практически вся их осознанная жизнь, профессиональная и личная, происходила вне этой страны. Ну, и было бы, наверное, странно же дать какого-то другого ответа от президента страны насчет примера. Так что, конечно, я думаю, только так бегло мы можем навскидку сказать вопрос о том, что обманули врачей, вопрос о, скажем, университете, вопрос о генпрокуратуре. Сейчас этот, как бы, вопрос о парке и строительстве нового здания службы безопасности Латвии, где опять, как бы, критикуют, что, вот, Министерство внутренних дел, как бы, не посоветовалось и решило там что-то делать вместо парка. Поэтому тут вот скандал за скандалом. Плюс мы еще забыли, что идет все-таки формально процесс распуска Сейма тоже, то есть до ноября. Да, еще сбок подписи, кстати, продолжается. Продолжается, и поэтому я думаю, что тем партиям, которые будут выставляться, коалиционные партии, которые будут выставляться на рижских выборах, ну, их все равно спросят за то, что делают их старшие братья в Сейме. Им будет очень сложно отвертеться, хотя бы, скажем, момент о увольнении 1500 людей с железной дороги, где всего, наверное, 9000 людей работают. Они говорят, мы не ожидали, сюрприз. Я думаю, любой же понимает, что это уже, как бы, этот нарыв, он все время был. Мы знаем, что, ну, было бы трудно и сложно ожидать, что если вы каждый день в сторону Российской Федерации какие-то, скажем, не очень дружественные ремарки отправляете, сложно ожидать, что Российская Федерация как-то не ответит. Ну, конечно, у них есть сейчас свои порты, сейчас на подходе Северный поток-2, и, конечно, это вот плачевный результат, ситуация с портами, ситуация с железной дорогой, ситуация с теми людьми, которых уволили, за ними еще семьи, дети, все остальное. Так что я думаю, что это, к сожалению, это только начало. И поэтому, ну, скажем так, коалиционным партиям нечем похвастаться. Их младшим братьям в Рижской думе тоже сложно будет, как бы, сказать, что они не имеют никакого отношения. И сейчас они сделают Ригу зеленый, и прекрасный, и рестарт, и что они только там не говорят. Но я все-таки уверен, что согласие найдет все силы выставить сильную команду и сделать достойный результат на этих выборах, даже если они будут через два месяца. Да, вы уже упомянули о ситуации в Сейме, или даже, можно сказать, правящей коалиции. Если еще вот предыдущий год правительству исполнился недавно год, они внутри эти пять партий еще терпели друг друга, то сейчас, я так понимаю, говоря вашими словами, этот нарыв как-то вот порвался наружу. Мы видим целый ряд вот скандалов и конфликтов внутри коалиции. Один из них связан с такой бурной деятельностью господина Борденса, который решил, ну, понятно, что захватить порты уже правительству удалось. За один день, я так понимаю, выкинули представителей самоуправления в Энспилсе и Риге, и вот сделали порты вот чисто государственными. Второй, я так понимаю, пункт плана господина Борденса – это объединение трех совершенно разных спецслужб. Ну, Володя Кайнич пообещал, что все-таки этого не случится. Вот как специалист в сфере безопасности, что тут можете сказать? Я думаю, что тут проблема с этим в том, что они думают, что если объединят эти три службы, то кто-то из них ими будет руководить. Может быть такой интересный казус, что они объединят, а потом потерпят поражение на выборах следующих. Я думаю, это обязательно случится. Ну, и кто-то другой из других политических партий, в том числе, есть согласие, можно сказать им большое спасибо, что это все сделано. Так что иногда бывает ситуация, когда вы как бы готовите все для себя. Когда тебе кажется, что ты делаешь в своих интересах. Да, потом, когда ты уже черные работы все сделал, тогда просто проигрываешь на выборах, и приходят другие люди, и как бы пожинают все эти плоды. Но, конечно, я думаю, что союзники по НАТО просто не дадут объединить никакие службы. То есть, это разделение останется. Я думаю, Каренч тоже сказал, что пока он премьер, то есть, никакого объединения не будет. Но мы тут видим, что вот интересно, что консервативная партия уже воюет против всех. И это, конечно, обречено на поражение, потому что, ну, если у вас нет крепких союзников, и вы просто воюете уже как бы со всеми, то эти противники, они по-любому объединятся, чтобы вас уничтожить. И тут, ну, мы смотрим, сейчас начинаются нападки на министров КПВЛ. То есть, на министра внутренних дел, сейчас, если не читал, на министра экономики. Водос потребовал отставки Немиру. Да, ну, то есть, это, в принципе, ведет к тому, что ситуация может выглядеть так, что практически у коалиции, если мы смотрели те голосования, которые были как раз насчет Рижской думы, то там было, соответственно, 51 и 52 голоса. И буквально, скажем, это камень, еще там один человек, благодаря им. То есть, это, ну, крайне шаткое преимущество. 51, 52 голоса. Остальная часть, конечно, голосует против, плюс согласие, плюс союз зеленых крестьян. Так что, я думаю, у коалиции положение очень шаткое. Я думаю, что кое-кто сейчас идет просто ва-банк, исходя из этой ситуации. Но я думаю, что это, конечно, может и повлечь за собой развал вот этой коалиции, отставку правительства. Потому что, как раз есть пару министров, которые нагнетают постоянно ситуацию. Она эскалируется. Ну, и, конечно, какой-то выхлоп и выход должен быть. Потому что, я думаю, что эти три министра партии, уже бывшей партии Каменьшин, я не думаю, что они просто так сдадутся и просто так уступят своей позиции. Поэтому, я думаю, нас ждет вот эта перепалка внутренняя в коалиции больше. Беря во внимание весь этот политический хаос в стране, сейчас уже и в Рижской думе тоже. Ну, вот это нам дает такую очень сложную политическую ситуацию в итоге. Да. Вот уже упомянули вы КПВЛВ, как раз в субботу уже будет послезавтра их конгресс, возможно, такой судьбоносный. Какова вообще, на ваш взгляд, судьба действительно этой партии? Многие уже пророчат, что она повторит участь партии Судоробы. Ну, вот один парламентский созыв просуществовала, эта партия, и конец. Ну, я думаю, что это правда, по той простой причине, что партия Судоробы была тоже как бы очень хороший старт. И проблема, я думаю, состоит в том, что у всех этих партий нет стабильного электората. То есть, это электорат, протестный электорат. Они просто хотят показать кое-кому, скажем, свое мнение. И есть люди, которые обещают... Идеологии там нет, да? Идеологии там нет, там люди обещают все всем, как говорили в сопредельной стране. Кому надо водку, тому водку, кому надо еще что-то, еще что-то. Поэтому проблема состоит в том, что электорат их ждет, результаты, скажем, уже завтра. И еще, я думаю, самое главное, они же вышли как борцы против единства, против СЗК, против той коалиции, которая была в 2018 году. И понимаете ситуацию, когда те люди, которые, скажем, большие... Много из них уже те, которые иммигранты, уже живут в Ирландии или Великобритании. И практически они получили 16 мандатов на базе того, что они будут бороться против единства. И против той коалиции. Что они делают в итоге? Они в итоге просто, ну... Такая спортируют все это. Я другого слова не нахожу. Просто жестко кидают весь свой электорат и просто заходят в коалицию с теми, против кого они боролись. Ну, я даже не могу... Забыв о всей своей подробной программе? Абсолютно. Абсолютно. Ну, и, конечно, электорат их не этого не простил. Мы видели просто, ну, я думаю, разгромный рейтинг, который 16 процентов практически, даже не знаю, 2, наверное, сейчас процента. Меньше полтора. Даже меньше полтора, да. Так что это конец. Это, безусловно, конец. Единственный выход, что они могут делать, это полный ребрендинг партии, без каименьше. Какое-то... Смирное название даже, да? Я думаю, все, там надо менять. Надо менять лидера, надо менять название, надо менять программу. Ну, и, может быть, надо менять какой-то политический вектор тоже. И быть более, как бы, ориентированным на другие какие-то ценности. Потому что сейчас еще третья проблема, я думаю, для таких партий, что, беря внимание, вот это развитие технологий, еще судра бы могла поддержаться больше. А сейчас мы видим, что сколько прошло, год, полтора года от выборов, да, и практически партия уже перестала существовать. Я думаю, что следующее будет, наверное, электорат новой консервативной партии, потому что даже самые фанатичные люди, если им все время надо в поход куда-то идти, и все время бороться, и все время воевать, но они устают просто. И сейчас ситуация, что они уже объявили войну всеми вся. И поэтому победить они точно не могут в этой войне. Вопрос, сколько они продержатся. Может ли этот флаг, ну, скажем так, протестного электората поднять или перехватить Гобземс? Я думаю, он может это сделать, это может сделать и в согласии, это может сделать и СЗК в определенной ситуации, и Гобземс. Но риск состоит в том, опять же, что надо понимать этим лидерам, вот тому же Гобземсу, что практически сейчас у него время для раскачек вообще не будет. Его электорат просто требует, чтобы завтра был результат. Это иногда просто невозможно. Это невозможно, ну, даже, я думаю, не иногда, это всегда невозможно. Но я думаю, самая проблемочительная ситуация была для Каменьши, что они просто пошли на поводу коалиции, стали частью этой коалиции, повернув, скажем, всю свою идеологию на 100% в другую сторону. То есть, это показало просто, что они просто использовали вот этот момент, использовали риторику. Купили голоса за счет обещаний, да? Купили голоса за счет обещаний, и практически, ну, вы понимаете, ситуация такая же, если вы, скажем, в спортивной терминологии берете команду, пытаетесь ее кормить, поить, а потом она берет и свои ворота забрасывает в шайбу, чтобы выиграла другая. Ну, конечно, никто не пойдет на такую команду смотреть, выгонит всех игроков и по делам им. И тот случай вот как раз с ними, да? Я думаю, что у них, конечно, есть нормальные люди там, которые все понимают, и их единственный шанс на спасение – это все-таки, во-первых, полный ребрендинг партии, во-вторых, перестать быть популистами, но стараться все-таки какие-то такие обещания делать соответствующие, прагматичные. Ну, и в-третьих, у них есть шанс, есть шанс просто поменять какой-то политический вектор на сотрудничество, скажем, с оппозиции Сейма, более сотрудничество с оппозиции Сейма, Сейма именно. И это дает, ну, какой-то мандат все-таки, это дает 40 голосов. Как мы видели, 40 голосов было в прошлый раз за, ну, не отмену этого закона, но продлением. За сбор подписей, да? Да, за сбор подписей. 40 голосов, 7, это значит, что согласие 22-23 СЗК, это еще 11-34, значит, там были еще депутаты, скорее всего, из этой партии, да? Так что мы доблюдаем вот какое-то сотрудничество. Я думаю, это их единственный шанс, вот, работать в этом направлении. Если нет, то они канут в лето, так же, как канули все популисты до этого. Один созыв, и через 3-4 года они их вообще даже не вспомнят, кто это и как их зовут. Приверемся ненадолго, реклама у нас, Раймонд Рубловский в студии, не переключайтесь. Продолжаем работу прямого эфира Раймонда Рубловского на студии, обсуждаем актуальные политические события в стране и за рубежом. Вот, перейдем скоро и к международным событиям, все-таки, возвращаясь вот к этой латвийской политике, можно ли сказать, все-таки, завершая вот это наше обсуждение ситуации вокруг Рижской Думы, точнее, уже внеочередных выборов, что, как и на многих предыдущих выборах, все будут решать вот лидеры, первые номера. Или на сей раз вот просто не будет голосовать только, не знаю, за красивую прическу или еще что-то вот все-таки на ваш взгляд. Я думаю, безусловно, вопрос первых номеров и лидеров, он очень важен. Но я думаю, что в конечном итоге победу или поражение какой-либо из команд обеспечит именно команда и именно набор кадров, которые вот в этой команде. Потому что страна у нас маленькая, город маленький, все друг друга знают. И, конечно, есть люди, которые как бы свой ресурс уже исчерпали, как депутаты, то есть по ряду причин. И я думаю, что все-таки очень важно будет командная работа, командная борьба. По той простой причине, что если была ситуация, если один лидер, скажем, затаскивал очень много разных людей, и если что-то случается с лидером, он, скажем, уезжает или как-то меняется ситуация, то может оказаться, что там больше никого нет. Если мы смотрим на рижскую оппозицию, мы уже об этом говорили, но там люди присутствуют, которые сейчас руководят фракциями, у которых было там 300 плюсов или 500 минусов, или 500 плюсов. Это в Риге. Это не где-то на деревне или в маленьком городе. В Риге 300 плюсов, это означает, что тебя вообще никто не знает. Может, один какой-то дом где-то на окраине. И вот такие люди попали, скажем, в рижскую думу, в оппозиции. Конечно, у них тоже ситуация с лидерами, с первыми номерами очень сложная, потому что были тут моменты, да, вот Стайкис или еще кто-то, или там Шадурскис что-то говорил, что он может там с Чигана. Но единство-то тоже, Абик, но ситуация у них 8 мандатов в Семе, 4 мандата в Риге. То есть они, конечно, получили сокрушительное поражение и на рижских выборах 17-го года, и на Семеновских выборах. И я не вижу, что они там могут что-то особо поправить в своей ситуации. Второе, я думаю, что за они, конечно, застряли, во-первых, с реформой, территориальной реформой, которая все-таки была встречена в штыки. То есть фактически они развернули войну на два фронта, да? С одной стороны административная территориальная, с другой рижская дума. Ну и с третьей стороны пугают народ, что сейчас будут налоги на дрова, на потопление, на машины. То есть это затрагивает интересы огромной части населения. И поэтому я не думаю, что в Риге сейчас все захотят, скажем, чтобы у нас были бы, не знаю, улей с пчелами, или только пешеходные улицы, и где-то на окраине будем пасти коров. Но я не думаю, что это нормальный рижанин, хотел бы себе такого мэра, который представляет вот эту идеологию. Поэтому в конечном итоге, конечно, будет важно, кто будет лидер списка. И я думаю, что, ну, я не берусь судить, какие будут решения, но то, что именно беря внимание рижскую оппозицию, у них, конечно, таких ярких лидеров вообще нет. И им придется кого-то брать из Сейма обратно, если они хотят хоть что-то, хоть как-то свою ситуацию улучшить. Но я все-таки думаю, опять же, что, повторюсь, что у Согласия, несмотря на тот прессинг, который партия в прошлом году и в начале этого года получила, у них есть очень хороший шанс показать хороший результат. И, в принципе, при каких-то определенных моментах сохранить власть в городе или коалиционную, или победить выборы как таковые. Потому что, почему я так уверенно говорю, потому что все-таки выборы в Европарламенте не показали, что электорат есть, что электорат может быть мобилизован, и результат может быть очень достойный. Поэтому, ну, в конечном итоге, конечно, будет зависеть, какой будет список, какая будет команда. И я уверен, что, ну, там будут представлены достойные люди, которые смогут со стороны Согласия, скажем, достойно выступить. То, что касается оппозиции, ну, я уже говорил, я думаю, что их следует привлечь к ответу за все, что делают их старшие братья всеми. И спрашивать, как они будут в Риге, скажем, так же с врачами поступать, или так же они будут поступать, скажем, с учителями, или так же они будут за железной дорогой поступать. И как они вообще видят в себе вот эту ситуацию. Вот касаясь железной дороги, ну, вы уже упомянули, что, возможно, это следствие нашей конструктивной, в кавычках, политики в отношении восточного соседа. Ну, я так понимаю, что и дальше мы пока не можем рассчитывать на улучшение латвийско-российских отношений, в том числе в экономике, в транзите, логично. Ну, беря внимание, что как минимум последние 5-7 лет была очень эта политика Латвии и всех трех прибалтийских стран, она была явно такая антироссийская. Очень сложно предположить, что вдруг случится что-то, что сразу эти отношения улучшат. С другой стороны, надо понимать, что Российская Федерация все-таки огромная страна и как большой корабль есть какие-то решения приняты уже по транзиту, то, скорее всего, они будут закончены. Скорее всего, Российская Федерация попытается на полную мощь загрузить все свои порты, все свои, как бы, возможности, чтобы обойти, обойти Украину, обойти Польшу, обойти Прибалтику и в конечном итоге, значит, попытаться уже напрямую говорить с Германией, с Францией, с странами Балкан, с Италией. Поэтому, конечно, это нам грозит дальнейшими экономическими проблемами. Вот эти первые ласточки все-таки 1500 человек из 9000, если я не ошибаюсь, то есть это огромное количество и в процентном смысле, и вообще, поэтому, если это только начало, и если этот грузопоток и оборот в наших портах и транзит железной дороги будет уменьшаться, то, конечно, это будет минус поступления в госбюджет, и я не вижу, как коалиция будет финансировать все те вещи, о которых она говорила и, в принципе, на что, как бы, она купила этих избирателей. Мы уже забыли, да, 3 по 500 и что там только не говорили, да, это уже сокращение министерств. Крощение министерств на 8, да, и все такое, да. Я думаю, минус для всех этих партий, что электорат стал менее терпелив, и они больше ждать не намерены. То, что мы видели в партии, бывшей партии Камень, что его там, скажем, по... Это наглядный пример, да? Ну, это пример наглядный, потому что раньше еще, вот, мы уже говорили, человек ждал там 2-3 года, может быть, сейчас они же смотрят полгода, все, они больше не будут голосовать. Они, конечно, будут, проблема, что они будут голосовать за следующего принца на белом коне, который обещает, но он скажет 3, не по 500, а 3 по 700. Ну, и опять, наверное, часть народа поведется, чтобы сейчас 3 по 700. А вдруг. Программа вдруг будет, да. Вот, я так понимаю, что сейчас еще осложнение в Европе вызовет весь этот исторический спор, который возник, видимо, в свете 75-летия Победы. Я так понимаю, что целый ряд стран будут пытаться тоже каким-то образом, ну, сдвинуть вот это вот 75-летие на события 39-го года и так далее. Ну, безусловно, но надо понимать, что, беря внимание, историю Европы за последние, скажем, тысячи лет, да, где воевали все со всеми много раз, очень сложно найти хоть одну страну, которая, можно сказать, что она, как бы, всегда действовала только из-за, скажем так, из-за любви к человечеству. Конечно, превалируют государственные интересы, геополитика, политическая, экономическая, военная. Надо просто понимать ту обстановку, которая сложилась в 30-е годы, да? Надо понимать эту обстановку, как она сложилась, да, и, конечно, я думаю, что сейчас со всех сторон начинают возникать вот эти архивные документы, которые, ну, в какой-то мере рушат тот дискурс, который был в некоторых странах, ну, например, скажем, вопрос, такой неприятный, скажем, вопрос о разделе Чехословакии в 38-м году и как кое-кто участвовал. Ну, это, да, это, как бы, всегда замалчивалось, потому что некоторые страны сами стали жертвами вот этого всего раздела, но, в принципе, если мы смотрим, вот, как развилась ситуация с 36-го года, какие, как бы, договоренности были заключены. Но страны Версаля позволили Гитлеру вооружаться, ведь это было запрещено в Версале. Ну, да, я говорю, но я говорю, то есть... Куда смотрела Франция? Начиная с, самое, с оккупации немцами или, скажем, не оккупации, а аннексии царской области, Рейна и, скажем, все эти вооруженные моменты, потом Мюнхенская, как бы, конференция 38-го года, раздел Чехословакии, Судеты, ну, то есть, это все понятно, что это идет по нарастающей. Конечно, конечно, это все закончилось уже полномасштабной, огромной мировой войной, которая практически уже в 41-м году, когда Гитлер напал на СССР и когда японцы напали на США в Тихом океане, это уже была полномасштабная глобальная война, которая закончилась так, как она закончилась. Но сейчас, конечно, отрицать какие-то победы Советского Союза, ну, это просто глупо, потому что это, как бы, послевоенная вся геополитическая карта это показывало, кто победил в этой войне. И поэтому сейчас начинать нагнетать обстановку, я думаю, это приведет еще к более каким-то таким ненужной эскалации. Мы уже видим вот эти все нападки друг на друга, и это, конечно, ну, я думаю, к этой ситуации не добавляет нам больше безопасности. Но что хорошо, я думаю, в этой ситуации, что мистер Трамп наконец-то разобрался со своими врагами внутриполитическими. Да, опередили мой вопрос по поводу голосования в Сенате. Чуть-чуть поясните, как это произошло, почему Сенат, я так понимаю, более главный, да, чем Конгресс. Ну, то есть, я думаю, что все, которые следили за ситуацией, все изначально понимали, что этим все и закончится. Я думаю, что тут это понимала, конечно, и Нэнси Пелоси, как опытный политик, но просто... Нервы сдали, да? Это первое, сдали нервы. Второе, она все-таки была под давлением так называемого коммунистического или левого крыла вот этих молодых демократов, там целая куча людей, которые, ну, практически не чистокровные американцы в таком понимании, как мы это понимаем. И они, конечно, настаивали на том, чтобы... Они видят Трамп уже, скажем, такого идеологического, даже генетического врага. И поэтому они настаивали на эту ситуацию, чтобы был бы, скажем, эта процедура импичмента запущена. Но практически все же понимали, что всю эту процедуру, что сначала они смотрят в Конгрессе, там демократов большинство, да, они там что-то будут делать, да, они примут какие-то резолюции. Но все это закончится в процедуре голосования, где республиканцев большинство, и, наверное, только Митром не единственный, который предал свою партию. Думаю, он поплатится за это уже на выборах губернатора. Там такого не прощают, да? Ну, конечно. Ну, то есть, поэтому это было все понятно. Я думаю, демократы надеялись на две вещи. Что кто-то заговорит, что появятся какие-то безусловные, безотказные новые улики, ну, где никто не сможет как-то спастись, и республиканцам придется сдать Трамп. Никаких улик не было, ничего не было. Из этого я делаю вывод, что практически в прошлом этом году Трамп получил две стратегические серьезные победы. Во-первых, комиссия Мюллера закончилась ничем, то есть российский след таки не был найден, и практически это все попытки демократов сошли на нет. И второе, что он практически уничтожил всю эту процедуру импичмента, по двум всем этим пунктам, его полностью оправдали голосованием. И я думаю, что демократов практически можем говорить, что они уже проиграли гонку президентскую, и что они проиграли выбор. И вообще не везет, помните, они организовывали праймерис на днях, и там что-то техническое произошло, в результате не могли ни голоса подсчитать, и выбрать своего кандидата. Ну, там вообще очень какие-то интересные результаты. Там, скажем, я, конечно, не настолько эксперт в американской внутренней политике, но я, конечно, первый раз слышал об этом человеке, который выиграл. Я даже не могу повторить серьезную его фамилию. То есть понятно, что он никуда дальше не пойдет, да? Ну, конечно, но он стал первым в этом штате, да, и там для демократов есть очень такое, ну, плачевное предсказание, что тот, кто побеждает в Айове, он побеждает номинацию. Если человек победит номинацию демократов, то он просто обречен на провальное поражение. То есть это фактически по существу победа Трампа уже сразу? Абсолютно, абсолютно. Вот это, что случилось в Айове, то, что случилось по голосованию по импичменту, это огромная стратегическая победа Трампа, ну, со всеми вытекающими последствиями в ноябре. Во-вторых, как бы человек, на которого все демократы делали ставки, Джо Байден, я думаю, он уже после того всех скандалов по вопросам Украины и четвертом месте в Айове, то, что он занял, я думаю, это прямое последствие того, вот этих всех скандалов против него и его сына. Ну, и такой очень, скажем, коммунистически настроенный Берни Сандерс, он второй. И Элизабет Ворон третья. То есть, но никто, я не думаю, никто из этих людей не сможет составить достойную конкуренцию. А ведь многие политики в Латвии правящие делали ставку на Джо Байдена. Помните, когда он приезжал сюда? Да, да. И они так активно за ним бегали и кричали, да, вот же Байден и, конечно, Хиллари Клинтон, только не Трамп, говорили они, и, как обычно, пальцем в небо попали. Ну, если мы помним, то мы, наверное, с тобой в то время все-таки предрекли победу Трампа. Да. И не ошиблись. И мы не ошиблись, оказались правы. А те, которые, ну, я думаю, это не только в Латвии, это было и в Украине, и в Латвии, и все эти политики, они думали, ну, как свою лояльность показать. И они даже не понимали то, что Джо Байден приехал сюда не чтобы поддержать их, а просто чтобы использовать это в своей предвыборной гонке и показать. Вот тут, ребята, Трамп сдает своих, как бы, маленьких соседей, да, по НАТО. И они даже не, ну, может, понимали, я не знаю, но принципы было же понятных, что Джо Байден не будет тратить свое время, чтобы, скажем, здесь выступать где-то. Просто он приехал обратно и пытался эту карту разыграть. Второе, конечно, поливали грязью Трампа наши политики. И, я думаю, все-таки сейчас ситуация может обратиться наконец-то уже очень серьезно. Потому что мы подходим к ситуации, где, ну, если что-то не случится, что-то, ну, не знаю, очень непредвиденное, то Трамп победит на выборах и еще четыре года будет там. А Владимир Путин до 2024 года стабильно будет президентом Российской Федерации. Это понятно, да? Это понятно. А Сын Цзиньпинь будет стопроцентно до 2024 года он будет генеральным секретарем китайской... И несмотря на все эти, там, коронавирусы. Абсолютно. То есть, что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге Трампа, против которого демократы практически расстреляли весь свой боекомплект и не попали, и практически потерпели поражение по всем фронтам. Мы имеем президента Российской Федерации, который буквально недавно, если не ошибаюсь, в Иерусалиме, звучал, что надо бы встретиться победителем Второй мировой войны, обсудить ситуацию, как-то прийти к каким-то решениям. Видимо, напрашивается, потому что мы видим, какой ситуации, что мы видим кризис всех международных структур, в случае ООН. Ну, скажем так, Абик, чтобы не нервировать тут людей, я сказал бы так, но мы не будем говорить о Ялте и Подздаме, скажем, про Хельсинки, скажем, ну, такое всеобъемлющее, Хельсинки 75, я имею в виду, всеобъемлющая встреча ОБСЕ, да, по разрядке, по каким-то новым принципам сотрудничества. И сейчас, если все эти три лидера, которых я перечислил, они имеют практически очень хорошие внутриполитические позиции у себя в стране, и они могут начать договариваться уже по важным вопросам, то есть по будущему мира, по деэскалации напряжения, хотя бы начать обсуждать все эти договоры о вооружениях, которые вот были торпедированы. То есть я вижу потенциал и довольно-таки оптимистично настроен, что эта ситуация может быть. Как и что, как это повлияет на другие страны, особенно маленькие, я не берусь судить. Но то, что это повлияет, в том числе и на прибалтийские страны, очень серьезно, это я могу, ну, с большой долей уверенности уже сказать сейчас. Вот говоря о международной ситуации, удастся ли, вот на ваш взгляд, распутать тот кубок проблем, который вообще сейчас вот на Ближнем Востоке. Понятно, тут целый пояс, Сирия, Ливия и так далее. Ну, это опять же очень сложный вопрос по той простой причине, что любой, который сейчас уже родился еще, скажем так, в Советском Союзе, помнит, что в начале 70-х все эти черно-белые фильмы, фотографии про конфликты в Палестине, Израиле, они имели место быть, и в принципе уже тогда, и в принципе там ничего не поменялось. Только, если так цинично говорить, только пленка стала цветной, и сейчас это все показывают, скажем, в другом качестве. Беря внимание то, что мистер Трамп заключил, как он говорит, сделку века по Палестине и Израилю. То есть это, конечно, сильный ход с его стороны, вопрос, как это все дальше будет идти. Мы должны себе отдавать отчет, что все эти границы, которые сейчас на Ближнем Востоке, они, к сожалению, были начертаны после Первой мировой войны и развали Тааманской империи. То есть эти границы не имеют ничего общего ни с национальным, ни с каким-то религиозным, с этой ситуацией. То есть они довольно-таки, скажем, начертаны просто исходя из тогдашних реалий, то есть позиции Франции, позиции Великобритании в тот момент. И практически, как мы видим, они не соответствуют каким-то религиозным, этническим делениям. И исходя из этого, конечно, если эта система рушится, то все эти конфликты выходят. То, что мы видим, Сирия, Ливия, ситуация вокруг Израиля. Конечно, я не вижу, что там будет всеминутный мир, но, конечно, момент тот, что США, Российская Федерация, Израиль и Турция пытаются что-то делать, это уже как бы вселяет все-таки оптимизм. Потому что, ну, мы сами понимаем, если там разродится большая война, вопрос о доставках нефти, вопрос стабильности каких-то стран, вопрос о беженцах, которых никто не отменял, да, это все может нахнуть новой волной на Европу. Я могу предположить, что еще одну волну двух-трех миллионов беженцев в Европе не выдержат. И тогда мы уже видим, то есть все те люди, которые пришли к власти на волне анти-миграционной, это будут только как бы цветочки. И совершенно другие люди могут прийти к власти в той же Германии и в других странах, если будет наплыв мигрантов. Вот. Вот, собственно, и все. Поэтому я такой немножко оптимист в этой ситуации, что если даже не удастся урегулировать ситуацию до конца, то она хотя бы будет на какой-то такой, ну, плюс-минус стабильной основе какое-то время. Ну что ж, на этой ноте такой надежды на стабильность мы и закончим наш эфир. Амин Трубловский у нас был в студии, и большое спасибо. До свидания.